Сегодня в республике с рабочим визитом побывал заместитель председателя Центрального банка России. Александр Торшин встретился с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым и провел расширенное совещание с бизнес-элитой региона. Все подробности в сюжете Дмитрия Ковалева. Банковская сфера республики развивается успешно. В прошлом году на этом рынке появились и новые игроки. В условиях конкуренции кредитные организации вынуждены снижать проценты, и спрос на займы заметно подрос. Увеличился и объем предоставленных кредитов обрабатывающим и сельхозпредприятиям. У Центробанка страны Чувашия находится на хорошем счету. У нас средства населения значительно возросли, а, к сожалению, средства, привлеченные от юридических лиц, несколько снизились. Соответственно, было некоторое снижение по кредитам предоставленным, то есть по задолженностям. Состояние ликвидности банковской системы удовлетворительное было. Банки научились самостоятельно регулировать свою ликвидность за счет собственных средств. И таким образом она была на достаточно неплохом уровне. Платежеспособность, возвратность, платность у наших заемщиков перед банками такая ровная. Да, есть отдельные вопросы, где предприятия разоряются, мы разбираемся на разных площадках. По совокупному индексу обеспеченности региона банковскими услугами практически республика занимает шестое место в Приволжском федеральном округе. Важнейшая задача сегодняшнего дня, как подчеркивает президент России Владимир Владимирович Путин, добиться сбалансированности бюджета. В реальном секторе экономики республики наблюдается спрос на кредитные ресурсы. Центробанк готов пойти навстречу предпринимателям. Александр Торшин приехал в Чебоксары, чтобы познакомиться с конкретными проектами. Точек роста в Чувашии достаточно, отмечает заместитель председателя Центрального банка. Он высоко оценил темпы социально-экономического развития республики. Трезвая оценка есть. И она подтверждена была вчера на заседании правительства Российской Федерации. Вчера на заседании правительства Российской Федерации я там был рассматривать вопросы агропромышленного комплекса, развития. Надо сказать, что Чувашская республика является на очень приличном месте. Сейчас, отмечает Александр Торшин, необходимо сделать упор на развитие инновационных предприятий в агросфере. А еще обратить внимание на плодовощную продукцию. Вот здесь у нас потребности и желания гораздо больше, чем достигнутый результат. Понятно, что у нас там климат посуровее, чем, скажем, там в Европе, в южных частях нашей же страны. Но обратить на это внимание надо. Особенно овощная и, будем говорить так, фрукты. С фруктами плохо. А здесь вы могли бы, пожалуй, быть одними из самых первых. Садов закладывается много. По возвращении в Москву Александр Торшин планирует обсудить меры поддержки предпринимателей с представителями федеральных ведомств. Дмитрий Ковалев, Сергей Рябчиков и Андрей Шоклев. Республика.